Приветствую вас, давайте мы разберем ваш вопрос. Так, значит, я мужчина, знакомый более трех лет, это было нас с девушкой. Не встречались, но месяц назад к этому не шло. Девушка чувствует, что я жду от нее серьезных отношений, она комплексует, не хочет никак это обсуждать, так как тяготит ее и ни к чему не приведет. Закрывается, оброняется эмоционально, говорит, возможно, у тебя какой-то план, в котором ты уверен, что на 100% сработает, но он не сработает. Не буду утверждать, что 100% не сработает, долго ждать будешь. Ей больно обсуждать наши проблемы личные, видеть, что я будто обижаюсь или скрытую агрессию проявляю, хоть это и не так. Может быть, она так проверяет или сама себя не понимает. Смотрите, во-первых, мы не можем обсуждать третьих лиц. А профессиональные лица нам это запрещают делать, поэтому вашу девушку мы обсуждать не будем. Вы пишете знакомым более трех лет. Ну что ж, срок довольно большой. И я полагаю, что за три года у вас должны были, как мне кажется, сформироваться определенный фундамент, скажем так, для общения, то есть что-то общее, какие-то общие, объединяющие вас вещи, ну и так далее. Давайте подумаем, есть ли это у вас на сегодняшний день, есть ли у вас вот это самое общее. Потому что у меня складывается такое ощущение, у меня складывается такое впечатление, что у вас этого нет. Вот. И, соответственно, если это есть, то давайте его оформим. Что это, что из себя представляет. Дальше. Не встречались, но месяц назад к этому шло. Не встречались по каким причинам. Вы говорите, что месяц назад к этому шло. Что на это указывает? И делали ли вы что-то для того, чтобы к этому шло? Вы пишете. Девушка чувствует, что я жду от нее серьезных отношений, она комплексует и не хочет это обсуждать, так как ее теканет, это и ни к чему не приведет. Откуда вы знаете, что девушка что-то чувствует? Дальше. Закрывается и обороняется эмоционально. Опять же. А что это такое? То есть это как? То есть здесь проблема заключается в том, как мне кажется, что не она может обороняться, а вы можете интерпретировать ее поведение вот так, как будто бы, как будто бы, как будто бы она обороняется. Понимаете, все, все, разница как бы. Поэтому, поэтому, поэтому. Если вам кажется, что она обороняется, а такое, ну на самом деле может быть, то есть может быть такое, что она действительно обороняется, то я думаю, что в первую очередь сначала нужно увидеть, как вы реагируете на это. Может быть, вы реагируете сами, допустим, каким-то вот, ну, к примеру, чувством отвержения, допустим. Ага, может быть вы реагируете как-то еще. Я, конечно, конечно, по понятным причинам всех деталей не знаю, но видите ли, то, что вы называете ее действия оборонительными, говорит, в первую очередь, а по ум, что эти действия оборонительные для вас, не для нее, для вас. Понимаете, в чем, в чем, как бы, в чем проблема здесь. И, соответственно, очень бы хотелось увидеть увидеть, так ли это на самом деле. То есть, так ли на самом деле вот то, что вы описываете. Или же, или же вы просто интерпретируете это, потому что, ну вот, как-то сами, да, видеться в этом для себя какую-то, ну, какую-то угрозу, да, или отвержение, или что-то еще. А может быть, какие-то ее действия вызывают у вас чувство раздражения, чувство злости, может быть, да, то есть, такие варианты, они более чем реальны. Вот. Вы пытаетесь это как-то объяснить, пытаетесь все, ну, пытаетесь все больше говорить про, значит, вы пытаетесь все больше говорить про девушку, как мне кажется, вот, но это, на мой взгляд, является ошибкой. Вам больше нужно здесь про себя, да, больше про себя и больше про свои, значит, там, ну, про свои желания, больше говорить, да, и про то, что вот вам, собственно, про то, что вам хочется именно вам и именно, вот, ну, с маму. Дальше. Говорит, возможно, у тебя есть план, так, значит, вот, она говорит вам про план. Опять же, ситуация довольно-таки неоднозначная, в смысле того, что, может быть, у вас и есть, так скажем, плам, ну, плам, может быть, у вас и есть план, на самом деле. Но, совершенно не факт, во-первых, как совершенно, необязательным является, как совершенно необязательным является корректность ее, ну, как бы, ну, ее слов, по отношению к вам. то есть, она в этом может видеть, просто, что-то свое, да, она действительно в этом видит угрозу, какую-то, вот, и в этом смысле, если она, на самом деле, видит, какую-то угрозу, да, то, вряд ли вы, можете, с этим, что-то сделать. То есть, как бы, ну, сами вы с этим ничего не сделаете, это, проблема исключительно, девушки, и вам уже, на мой взгляд, ну, как-то, вот, нужно, для себя понять, вы готовы, вообще, ну, принимать ее, вот, такой, да, немного, мнительный, ну, может быть, да, немного, мнительный, вот, такой, знаете, как, агрессивный, да, то есть, ну, агрессивно решаешься себя, вот, потому что, если нет, да, то, возможно, из отношений, вам имеет смысл выйти, вот, потому что, вероятность, того, что, девушка поменяется, да, сама, вот, без, ну, без помощи, да, без психотерапии, ну, довольно-таки, довольно-таки, маленькая, к сожалению, вот, и я, честно говоря, не думал, что это произойдет, потому что, ну, как, как правило, человеку, ну, комфортно, удобно, вот, в каком-то, привычном для себя состоянии, да, и меняться она, в принципе, может, даже ничего и не хочет, вот, поэтому, пожалуйста, постарайтесь, ну, учитывать этот момент, да, постарайтесь, постарайтесь, пожалуйста, как-то, ну, как-то, вот, учитывать этот момент, да, и не забывать о нем. Дальше, ей больно обсуждать наши проблемы личные. К сожалению, я здесь рискую навлечь на себя ваше недовольство, но вы здесь, значит, в одной этой фразе, что ей больно обсуждать наши личные проблемы. На мой взгляд, конечно, конечно, ну, дает мне несколько неточностей, ну, вот, я бы, я бы так это, наверное, озвучил. значит, в первую очередь, в первую очередь, ей больно, от чего? То есть, что конкретно болит? Второе, какие, простите, ваши личные проблемы? Я что-то вот вообще не понял, да, о каких именно личных проблемах идет речь? Потому что, ну, если я правильно интерпретировал то, что вы пишете, то вы не в отношениях. Если вы не в отношениях, какие у вас могут быть вообще личные проблемы? Для меня вот этот момент, ну, является загадкой, конечно. Вот, вот. Дальше. а какие, какие проблемы у вас, вот, именно у вас какие проблемы? Если вы говорите, что есть личные, да, ну, если есть личные проблемы, да, то какие проблемы у вас? Позвольте, вот, этот момент тоже прояснить. Потому что, если есть какие-то личные проблемы у вас, да, то, ну, вот, на мой взгляд, ну, хотелось, хотелось, значит, бы раскрыть, значит, этот аспект, вот, ну, на мой взгляд. и последнее, и последнее, видишь, что я обижаю, скрытую агрессию, проявляю, хоть это не так, это ее проекция, к вам это отношение не имеет, что чувствуете вы? Давайте, давайте конкретно, что чувствуете вы? на этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, что позволит вам начать над собой работу, всего самого доброго.